Короче, чуваки, у меня опять, сука, BL вылетает, я не понимаю, как она тормозит конкретно, у меня видос просто, он сохранил только 6 минут, вот так вы видите, на экранах своих, на экранах своих, и, короче, у меня такой план, значит, всё, похоть, сколько там сохранилось минут, сколько не сохранилось, понимаете сюжет как хотите, я уже задолбался переснимать по 100 раз, так что, всё, пока. Ну, то есть, не пока, вы сейчас будете смотреть видос, 6 с половиной минут, и как-то так. Лена приближалась к клубу кибернетчиков, не уходая, заметил сюжет, который с чем-то усиленно возился, сюжетом оказался Семён в луках, у него был огромный, белый мешок, грушиком решил поработать, грушик, грушик, пайр, ботящий, и так далее. Но, что было явно не из лёгких, Семён останавливался через каждый сантиметр, перекладывал мешок из рук на влече, и снова оставил на землю, я продолжал следить. Лена буквально подкрала к нему со спины и замерла. Поставив какое-то время молча, она наконец спросила, может тебе помочь? Семён удивлённо обернулся и что-то ответил ей, вдалеке слов было не разобрать. Они перекинулись ещё парой фраз. Внезапно Лена широко улыбнулась и тут же убежала куда-то в сторону. Семён остался стоять на месте и глядя ей вслед. Всё интереснее, интереснее! Прошла всего пара минут, и на тропинке вновь появилась Лена. Кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе. Ещё она ответила она и уставила себе под ноги. А затем, что-то сказав на прощение, быстро убежала оттуда. Да, удачи, ещё раз спасибо! Крикнул Семён ей вслед. На секунду он о чём-то задумался, затем с довольным видом покатил тележку вперёд. Бои, если что у кухни кого нет, я вышла из своего убежища и смогла наконец обнунуть, что же сейчас произошло. Один раз случайность, а два. Не просто совпадение. Сначала стоит использовать кайнаосов, затем вот это. Ведь она сказала... А, и ведь она знала, что Семён здесь будет. Кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе. Лена пыталась ухлестнуть за Семёном. Явно и не прикрыто. В миг все мои переживания куда-то исчезли, а невзгоды позабылись. Увиденное не шокировало меня, не напугало, а наоборот, быстро привело в чувство, как будто наглую вылили ушаток холодной воды или прямо в ухо громко прозвонил будильник. Это же... а это даже забавно. Мелькнула мысль. Интересно. Интересно я на себе занятия. На что, надоело? Видно читать книжку. Что она теперь придумает? Свидание? Ужин столовый при свитчах? Уж я-то её знаю, она не на такое способна. Я быстро зажигала потопинки в сторону площади. Я как... Что? Что-что-что-что? Нет, показалось. Никак я не заметила раньше. Надо было наблюдать за ней внимательнее. Стало очень интересно, как же будут развиваться события дальше. Если она положила на что-то глаз, то так просто не отступит. А Симеон? А он, судя по всему, и не против. Может, ему вообще не всё равно, а может, положила на неё глаз в ответ? А ведь я ещё хотелось с ним что-нибудь организовать сегодня. А ты чё? Зато сейчас можно расслабиться. Теперь-то у него будет с кем провести время. Чего так переживала? Совершенно непонятно. Теперь я немного заявил на себя за то, что сегодня устроила. Надо же до такого докатиться. Весь день, прячусь по кустам, устраиваются какие-то слежки. И всё ради чего. Я и сама толком не понимала. Но слава богу, почему опять с маленькой буквой всё, а это позади. Прога прекращать заниматься всякой ерундой и возвращаться к своему привычному распорядку. Отыскать, к примеру, рульянку, да и сходить на пляж. Я звернул стопеньки и в сторону своего домика. Может, найду её там? Я не прогадала. Ульянка действительно была в домике. Как обычно, она лежала на кровати с книжкой в руке. «Который раз пересчитываешь?» Спросила я её. «Первый!» Ухмыльнулась она. «И заняться больше нечем?» «Нечем!» И в этом мы с Ульянкой были похожи. Я сняла туфли и уселась на своей кровати, заложив ногу на ногу. Неумолимо приближался вечер, на который у меня не было никакого плана. «А раз нечего делать, пойдёшь на пляж после ужина?» «После ужина нельзя!» «В поход уже идём!» «А в поход же идём!» «Точно!» «Совсем про него забыла!» «Вот только его мне сейчас не хватало!» «Правиться под вечер в долгую пешую прогулку, что может быть лучше?» «Достойный завершения хорошего дня!» «Вот я тебе и напоминаю!» «Не охота идти!» «По кому охота?» «Вожатая сказала, надо!» «Пионер ответил, есть!» «Ольга Дмитриевна, не важно, что ответил пионер!» «Тоже верно!» Отложив книжку, Ульянка встала с кровати. «Ух, залежалась! Надо побегать!» «Сил бы заэкономила при походах!» «Так ещё ужин будет! Компенсирую затраты!» «Пойдём погуляемся!» «Идти сейчас куда-то кроме Стового не было никакого желания!» «Я без того от себя чувствовала устало, я тут ещё этот поход!» «Давай без меня, посплю немного!» «Ужин, не проспи!» Весело ответила ная и пуля выскочила из домика. «Действительно, не проспать бы!» Я завела обудитель, легла на кровати и, отвернувшись к стенке, закрыла глаза. «Вставай давай!» «Ульянка driftал мне за плечи!» «Что такое?» «Не слышала разве! Музыка на ужин играла!» «Серьёзно?» Я не услышал даже. Нет. И в эту самую секунду на тумбочке зазвенел будильник. Ульянка тут же ударила по нему рукой. Сама и пошли ужинать. Тогда я быстро поднялась в кровать и потянулась. Сил было предостаточно, а настроение опять стало бодрым. Все невзгоды остались где-то позади. День как будто вновь начался для меня сначала, уже в третий раз. А дневной сон не такая уж плохая штука. Теперь я понимаю, зачем нас мучили сончасами. Идем. Отсетил я ульянки и мы вышли на улицу.